26 лет назад Молдова обрела независимость. Сколько надежд, помыслов, стремлений было объявлено и озвучено с высоких трибун. Мы будем жить теперь по-новому, говорили наши лидеры. Мы будем свободными, вторили им граждане. Мы вывесили национальный флаг и стали петь национальный гимн. Ввели в оборот национальный интерес и национальное самосознание. Мы научились критиковать, протестовать и даже громить государственные учреждения. И каждый год, 27 августа, задавать единственный, но самый важный вопрос. А стали мы жить лучше? Ибо, по большому счету, именно ради этого стоит бороться за ту самую вожделенную независимость. Ответ, разумеется, у каждого свой. Но разобраться в самом вопросе, я думаю, уже дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. И сегодня разбираться в этом непростом вопросе мне будут помогать, вот не случайно у меня состав, потому что вы оба и политологи, и историки. Мне вот нужно было, чтобы в студию сегодня пришли именно люди с такой специализацией, потому что я предполагаю серьезный разговор. Это Анатол Цераму, добрый вечер, и Виктор Степанюк. Давайте вот я вам сейчас прочитаю одно высказывание о независимости. Оно достаточно современное, потому что это сказал Яков Кедми. Вы его знаете прекрасно. Он сказал так. Вывесить национальный флаг и петь национальный гимн – это еще не независимость. Независимость государства в том, чтобы проводить независимую государственную политику. Я не знаю, как вы отнесетесь к этому высказыванию, мне оно, например, импонирует. Но если вот все-таки отталкиваться от этого, проводит ли Молдова собственную государственную политику. Да, Виктор Федорович? Сложный вопрос. Независимую государственную политику, конечно, Молдова проводит. Так или иначе думают, в первую очередь, политики. Другое дело, что очень часто те компоненты политики, внутренней и внешней, они не всегда самостоятельно формируются. И обязательно, особенно в условиях Молдовы, это заметно, надо сказать, с самых 90-х годов, влияние геополитического такого фактора на внешнюю политику Молдовы очень и очень основательно. Поэтому, когда мы говорим о независимости, здесь не надо впадать в крайность. Потому что, если абсолютно независимы от государств, можно сказать, что нет. Даже великие страны, великие геополитические игроки сегодня, как Снёные Штаты, Китай, Россия и так далее, безусловно, они не могут делать все, что хотят в современном мире. Они учитывают законодательство внутреннее, внутреннюю политическую, значит, там, политические реалии, конечно, международные конвенции, международное право и так далее, и так далее. Малые страны, такие как Республика Молдова, особенно в условиях, когда за 26 лет произошла очень серьезная деградация социально-экономической жизни, То есть, в этих условиях они очень сильно зависимы от внешнего фактора. Поэтому говорить о независимой политике, о независимости, особенно экономической, в условиях Молдовы почти невозможно. Мы же видим, как ведут себя наши политики последние годы. Они постоянно ждут какого-то внешнего финансирования, каких-то внешних проектов. Они ходят, как некоторые политики говорят, с протянутой рукой везде, и просят, и так далее. Поэтому на этот вопрос, я думаю, что однозначного такого ответа, значит, наши, никто не даст. Спасибо. Господин Церанова, проводим ли мы собственную государственную независимую политику? Это очень комплексный вопрос. Я не думаю, что на него можно ответить очень коротко. Но я так понимаю, что условия передачи предполагает именно такой ответ. Ну, разумеется, формально мы проводим независимую политику. Мы независимые государства, в общем, признанные в международном плане. А вот когда начинается детализация, тут уже, так сказать, как всегда дьявол спрятан в деталях. Ну, разумеется, малые страны, тем более невлиятельные, тем более такие, как Республика Молдова, у которой огромное количество проблем нерешенных. Это говорит о том, что нет достаточного уровня независимости нашей политики, которую проводит Молдовское государство. И потом, знаете, вопрос заключается в следующем. А что значит, вот по каким критериям оценивать независимую политику? Я думаю, что для любого государства есть один комплексный, общезначимый критерий. Если люди живут хорошо, если они чувствуют себя, так сказать, комфортно в рамках этого государства, значит, политика, которую проводит это государство, хорошая, значит, независимая. Если у людей большое количество проблем, и они чувствуют себя некомфортно, значит, государство просто не может проводить независимую политику, потому что невозможно встретить политика, которая бы хотел, скажем, государственного деятеля, который, так сказать, априори хотел бы зла своей стране, своему государству. Ну, это невозможно. Ну, может быть, какой-нибудь психопат. Ну, большинство же, так сказать, политиков более-менее отменяемые люди. А в Республике Молдова огромное количество проблем. Очень много граждан, за исключением очень узкой прослойки социальной, чувствуют себя неуютно в этом государстве. Следовательно, политика, политика недостаточно независимая. Значит, мы, так сказать, политика нашего государства отвечает каким-то другим интересам, а не интересам подавляющего большинства граждан этой страны. Следовательно, эта политика, ее нельзя назвать независимой. Она зависит от целого ряда факторов, субъективных, объективных. И в этом смысле... Ну, в первую голову зависит, наверное, от того, какую политику сама власть ведет. Ну, разумеется. И вообще надо сказать следующее, что... Потому что граждане Северной Кореи, может быть, они чувствуют себя достаточно уверенно и хорошо, да? Вот в завтрашнем дне, там, все эти атрибуты. Но мы же не считаем, что они проводят такую политику. Ну, в конечном итоге, так сказать, восприятие, публичное восприятие независимости или зависимости политики, она формируется в том числе и медийным пространством, медийными методами. В Северной Корее наверняка подавляющее большинство граждан считает, что их страна чрезвычайно независимая, и она, так сказать, проводит совершенно независимую политику. А если, так сказать, ситуацию в этой стране или независимость северокорейской политики определять по уровню жизни граждан, по комфортности их жизни, то совершенно очевидно, что это никакой независимости речь не может быть. Вы знаете, я заметила вот одну закономерность. Вот не первый год провожу эфиры, посвященные теме независимости. С каждым годом все как-то, вот знаете, пессимистичнее и пессимистичнее. Ответы участников моих программ. Когда я, собственно, спрашиваю их, вот хорошо, мы независимы, вот уже сколько лет. Давайте вспомним, как это начиналось. Вот если вспомните, лет, наверное, ну пусть будет 15 назад, все радовались тому, что Молдова состоялась как государство. Это был наш главный вывод. Виктор Федорович, помните? Это как главное достижение, вот значит, преподносилось. Но, понимаете как, государство это вещь такая, которая, в принципе, в нынешний момент это не редкость. Мы знаем, что в мире существует очень много государств. Вопрос в том, как эти государства, значит, как граждане в этих государствах живут. И вот сейчас мы приходим к тому, что вы стоите очень грустно, говорите, ну вот как-то так, вот это все с нашей независимости, смотря как посмотреть, с какой стороны. Виктор Федорович. Мы оптимизм не потеряли, надо радоваться все-таки своему государству, это дар Божий. Независимость тоже, как говорится, упала, можно сказать, с неба тогда в 91-м году, в 90-91-е годы. Хотя нужно сказать, что эти процессы носили такой довольно комплексный характер. Но, с другой стороны, любой нормальный гражданин, и в Молдове, я считаю, это абсолютное большинство населения, они так или иначе гордятся своей страной, потому что гордиться своей страной, в принципе, это означает гордиться, в первую очередь, своим народом. Не обязательно это касается всегда политических элит. Что мы очень часто выбираем эти политические элиты, вроде связываем с ними определенные надежды и так далее. И потом это все уходит куда-то непонятно, и жизнь становится еще хуже. Мы становимся писем... А почему вот так вот, Виктор Федорович, почему с элитами так происходит? То есть нет достойных представителей этих элит за все это время, либо не давали им полностью реализовать свой потенциал? Я вам скажу, вот работа, которая появилась, научная работа, в том числе, значит, здесь у нас в Молдове, в соседней Румынии, на Украине, в России, в других местах, что собой представляет Молдова? Молдова, безусловно, страна, которая стоит здесь на пересечении нескольких цивилизаций между двумя геополитическими такими важными игроками, поэтому строить будущее для этой страны, значит, не так просто. С другой стороны, у нас после 90-го года и вообще реформирование бывшей такой советской социалистической республики, распада СССР, потом построение нового независимого государства, в принципе, это все, эти процессы раскололи нашу элиту. И раскололи сильнее, чем, например, это на Украине, в Румынии и даже в России. У нас эти процессы, они имеют очень-очень большую такую диверсификацию. Поэтому в таких условиях надо было, конечно, руководителям государства, я имею в виду и господину Снегуру тогда, и парламенту, и интеллектуальной элите, иметь достаточно мудрости для того, чтобы понимать сложность этих процессов и так далее. К сожалению, немножко не повезло именно с лидерами тогда, и поэтому народ попал в такую ситуацию. Ведь вариант даже реформирования, который был избран для Молдовы, он был избран вот модель либеральной, либерал-демократической она называется. Но, в принципе, европейские государства, господин Царан узнает очень хорошо, особенно после Второй мировой войны, строили свои модели реформирования многие по социал-демократической модели. То есть мы избрали не самую близкую, понятную для народа модель. Посмотрите выборы, что показывают. Выборы буквально с 1994 года. Что население большей частью голосует за левые идеи. То есть по психологии получается, что само население имеет эти левые социалистические идеи, идеологию, в самой психологии. А власти предложили вариант либеральный, который, в принципе, противоречит. И он разрушительный был для экономики. И надо признать, и специалисты признают сегодня даже право, и даже на Западе, что у нас самая неудачная была приватизация. И в сельском хозяйстве, и в промышленности. 80% промышленности вообще было разрушено до 2000 года. Почему пришли к власти коммунистов? На этот вопрос еще сегодня нет очень ясного ответа. Больше на носталгии. Потому что люди после такой разрухи, которая продолжалась с 1991-1992 года до 2000 года, когда они выплачивались, вы помните, зарплаты. Когда не было электричества по 6-7 часов. Когда была уничтожена полностью промышленность, более 500 тысяч рабочих мест ушло с промышленности. Это была целая трагедия для страны. Коммунисты пришли и начали выдвигать другую идеологию. Поэтому сегодня говорить только плохое о наших политических элитах тоже не важно. Но раскол остался. Посмотрите, любые выборы показывают не только разделение раскол на левых и правых. У нас раскол по очень многим признакам в стране. Но раскол очень ясный, сохраняется и такой, и геополитический. Буквально 50 на 50. И поэтому одна из больших проблем, я всегда говорил об этом и президенту Воронину в свое время, с господином Лучинским встречался и после этого с господином президентом Додона, одна из больших проблем сегодня все-таки собрать и каким-то образом найти определенный консенсус с теми силами интеллектуальными и политическими, которые выступают все-таки за государственность, за укрепление государства и за модернизацию этой страны. Я поняла, что вы даете уже рецепты, я рискну показаться, возможно, несколько бестактной, но мне кажется, что вы большой оптимист в том, что говорите, что у нас были какие-то модели, приходили люди к власти и продвигали какую-то модель. Вот я здесь склонна, наверное, согласиться с теми, кто считает, что никакого четкого особенного видения после провозглашения независимости тогда не было. И, возможно, даже прав господин Канду, который говорит, до 2014 года мы вообще людям ничего не предлагали, а в 2014 году хоть сказали слово «евроинтеграция», прям так вот сказали. Это тоже лозунг, как и приватизация, как либеральная модель, как социально ориентированная. Потому что одно дело провозглашать какие-то лозунги, и другое дело писать программу. У нас скучает господин Царанов. Хочу предоставить ему возможность. Господин Царанов, вы согласны с тем, что четкого видения модели развития Молдовы после провозглашения независимости я, например, не увидела? А вы? – Откуда? Откуда бы появилось такое четкое видение? Я человек, который был депутатом Первого парламента. Я помню, как мы голосовали о Декларации независимости, сомненно говоря, о независимости Республики Молдова. Ну, так вот, я, может быть, сейчас скажу вещи неприятные, но никто ведь не был готов к 27 августа 1991 году к независимости. Я историк, и поэтому, более того, я занимаюсь современностью, современной историей. И, так сказать, у меня даже есть работа, я кое-что писал уже по этому. Если посмотреть хорошо прессу и вообще, так сказать, посмотреть по архивным документам, перед провозглашением независимости у нас практически этот вопрос особенно в обществе не обсуждался. Независимость на нас свалилась совершенно неожиданно. – Ну да. – Это путь, потом… – Берите суверенитет сколько можете. – Начался аппарат суверенитетов. Борьба шла как можно за большие права для Республики, но о независимости думали, ну, может быть, так сказать, наиболее смелые, наиболее дальновидные, а их, как всегда, оказывается очень мало. В большинстве своем люди вообще, так сказать, я имею в виду даже тех, кто тогда представлял политическую элиту страны, в смысле руководящую элиту страны, об этом совершенно не задумывались. Я обращаю ваше внимание, мы, так сказать, мы проголосовали независимость 27 августа, то есть вслед за Украиной, о Приднестрове, так называемая Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика проголосовала свою независимость 25 августа. Они вышли из состава Советского Союза на два дня раньше нас. Да. Это так, как, между прочим, они говорят, что мы, так сказать, боролись за Советский Союз до последнего патрона. Ну да, конечно. Так вот, вы говорите о том, существовала ли концепция Молдавского независимого государства. Нет, не существовала. И, кстати, когда мы проголосовали о Декларации независимости, если вчитаться внимательно в текст этой декларации, то вы увидите, что концепция, это единственная реальная концепция, которая существует и по сегодняшний день Молдавского государства, это концепция второго румынского государства. Да. Да. А, так сказать, те самые люди, которые сегодня объявляют себя молдавинистами, они туда... Виктор Федорович себя объявляет молдавинистом. Ну, он не был депутатом. Вы можете к нему обратиться. Я не был уже тогда депутатом. Он не был депутатом, хотя он мог бы выйти на улицу. Но они не выходили тогда на улицу. Мы вышли на улицу. Говорили. Ну, тогда на улице был слышен голос других. Согласен. Да. А в парламенте, где были люди, которые, так сказать, ну, никак себя не отождествляли с румынской идеей, они... Часть из них просто не пришло, не голосовал. Это правда. Они просто не пришли на заседание парламента. А остальная часть проголосовала за независимость именно в рамках концепции второго румынского государства. Хотя само слово, само определение тогда еще не звучало. Оно прозвучало немного позже. И вот эта вот концепция, она существует по сегодняшний день. Я вам хочу сказать, что это совершенно не случайно. Именно эта концепция возобладала и стала, так сказать, определять, собственно говоря, сущность этого государства, которое называется... Вы писали же румынную декларацию саму о независимости. Это не правда? Помогали писать. Приехала тогда. Они просто проверили текст. Проверили текст. Да. Вы знаете, есть уже работы по этому поводу, в том числе и я писал об этом. Настоящими авторами декларации независимости являются три человека. Это Валерий Матей, Василий Неделчук и Александр Машан. Кстати, в ночь с 26 на 27, когда состоялось и утром, когда состоялось заседание президиума парламента, когда была одобрена в последнем, так сказать, варианте была одобрена декларация независимости, тогда в рамках того президиума прозвучали голоса. Я сейчас не буду называть имена этих людей, которые сказали, что мы провозглашаем румынскую республику, а не молдавскую. Что вы делаете? Хотя он человек взглядов прорумынских. Более честно. И это действительно было так. Но я опять-таки обращаю внимание, что из 270 депутатов, которые проголосовали за независимость, никто не встал и не сказал нет. А знаете почему? Не потому, что они были смелыми. Не понимали, вы хотите сказать? Нет, просто не было другой концепции. Просто люди вообще не представляли себе, а вот это вот государство, которое рождается вот сейчас в ауле этого парламента, а на улице бурлит огромная масса людей, которые ждет решения этого парламента. Вот что нужно предложить? Никто. Будущие молдавинисты, коммунисты, у которых была своя фракция, да, Приднестовцы просто ушли из парламента, их не было там. Они создали свою республику, что-то там делали. Никто из них не встал. Не потому, что это были, все были трусы. Ну, были среди них и люди, у которых не хватало просто смелости элементарной. Но у них не было четкого понимания того, а что нужно делать. Обрушение Советского Союза действительно было катастрофой для них. Для меня это было, так сказать, я потом все больше и более и более осознавал, что это была вообще историческая необходимость. Но было совершенно очевидным, что единственными подготовленными людьми, более или менее подготовленными на тот момент были люди с прорумынскими воззрениями. Лидеры Народного фронта. Да, часть лидеров Народного фронта, потому что другая часть были просто, так сказать, агентами КГБ, которые, так сказать, которые не получили вовремя инструкцию для того, что нужно делать. Потому что просто рухнула страна. Виктор Федорович, получается много таких, вот видите, практически, ну, может, не совсем случайных, но отчасти да, можно сказать так. Нет, ну давайте вспомним, чисто хронологически. Чисто хронологически Народный фронт взял власти еще в марте-апреле 90-го года. Избрали... Извините, Виктор, извини, пожалуйста. Знаешь, сколько было избранных депутатов от Ормонного фронта? Знаю. 120 человек, 120, сколько? Нет, 97 человек по спискам Народного фронта в Первый парламент, да. Из 300, из 380. Из 372 человек. Да, которые были. И надо сказать, что большая часть это были члены Компартии. Господин Царанов здесь прав. У Компартии тогда, того времени, да, не было варианта, а что, если у нас будет полный суверенитет, а что, если вдруг распадется Советский Союз. Поэтому вот эти события, которые произошли летом 90-го, потом весной 91-го, попытка обсуждать новый союзный договор, который предлагал там Горбачев, Назарбаев и другие, Молдова не подключилась к этому. И давайте признаем ясно, мне неудобно, может быть, говорить в вашей передаче, но три лидера Народного фронта, да, господин Ошану стал председателем парламента, когда они назначили коммунистическое большинство в парламенте, да, более 230 человек, и они проголосовали за избрание Мирчи, друга, значит, премьер-министром. Все, они уже сдали власть. Когда Снегур, который тоже являлся так или иначе фронтистом, а сегодня, надо сказать, открылись документы, которые все больше указывают, что действительно Снегур пытался в 90-м, до 92-го года все-таки провести проект объединения с Румынией. То есть, такие уже документы реально сегодня есть, есть политические лидеры Румынии, которые это признают и так далее. То есть, надо сказать, что власть после 90-го года попала именно к таким людям. И у этих политических сил, в принципе, было два варианта, как говорит господин Царану. Вариант объединения, при каких-то обстоятельствах, и вариант построения второго румынского государства. Удалось им за эти 20 с чем-то лет провести первый и второй вариант. Я думаю, что первый вариант, он пока исключен, объединение с Румынией. А вот относительно идеологии второго варианта, второго румынского государства, борьба, в принципе, идет идеологическая. Когда я говорю о расколе наших элит, я говорю о расколе, что вот вместо того, чтобы заниматься строительством государства, социально-экономическим строительством, модели преобразования, модернизации, они, к сожалению, и до сих пор занимаются вот этими идеологическими вопросами. Первое румынское государство. Второе. Наш румынский язык, наш молдавский язык. Потому что никто не ставил во главу угла, что первонаперво должна быть экономическая независимость. Никто этим не занимался всерьез, на мой взгляд. Не знаю, сейчас у вас будут другие точки зрения. Нет, я согласен с вами. Но после прихода Лучинского председателем парламента, потом Лучинского председателем президентом, после прихода Аграрно-демократической партии унионистский проект отошел на второй план. Появились молдавинские силы, силы, которые стоят за молдавскую государственность, казалось бы, и так далее. Но я, например, как политолог и уже как участник этих событий говорю, что у Аграрно-демократической партии не было своей программы реформирования страны. К сожалению, они тоже склонились к варианту этому реформированию либеральному. И поэтому экономика была полностью разрушена. А в этих условиях унионистский проект снова всплывает, потому что постоянно унионистский о чем говорят. И сегодня они говорят. Вы видите, что государство несостоятельное. Вы видите, что вы молдаване, какие-то молдаване, лидеры, элиты, вы не умеете строить государство. Потому что это бессмысленное государство. Потому что артвчал, искусственное государство и так далее. Молдаване сегодня, как я понимаю, как элита национальная, как элита политическая, должны доказать, что они состоятельные. Это все возможно при одном условии, господин Саранов, подключаясь к нашему разговору. Мне вот интересно, как само общество сегодня относится к идее независимости? Вот мы сейчас с элитами разбирались. Я, например, глубоко убеждена, что большинство представителей элит, не все, конечно, далеко так вот, знаете, не шли за тем, чтобы Молдова стала независимым, суверенным государством и обеспечивали экономическую, энергетическую и далее по списку. Это понятно. Само общество, как сегодня, на Ваш взгляд, относится вот к этой идее независимости? Я думаю, что большинство людей наплевать на это. Просто наплевать. Вот это страшный ответ. Это не страшный ответ. Нет, я думаю, что да. Поясню потом. Я поясню. Я думаю, что люди поступают очень мудро. Потому что, да, наши государственники, они исходят из того, что государство это первичное. Это не так. Государство всегда отторичит. Первичное это интерес народа. Государство создается для того, чтобы обеспечивать наиболее, так сказать, удачное, наиболее полное реализацию интересов, народных интересов. Вот если государству удается это делать, это хорошее государство. Это государство, которое жизнеспособно. В тот момент, когда государство не способно выполнить эту свою главную задачу, такое государство умирает. Молданское государство в этом смысле не работает. Она не обеспечивает интереса своего народа. Она обеспечивает интереса узкой социальной прослойки, которые за эти 25 лет баснословно обогатились. Это чрезвычайно узкая группа людей, немногочисленная, которые паразитируют на идее молдавской государственности. Они самые большие государственники, кстати. Посмотреть на них, послушать, за редким исключением. Потому что есть и романтики, например, один из них, который полагает, что государство – это вообще всеобладающая вещь. Это не так. Это далеко не так. Я обращу ваше внимание. Мы ведь начали со стартовых условий, с тех же самых, как и Прибалтийские республики. Когда мне говорят о том, что мы разрушили нашу процветающую советскую экономику, сельское хозяйство довели до ручки. Да, говорят. И цифры об этом, кстати, тоже говорят. Цифры об этом говорят. Да, конечно. И цифры об этом тоже говорят. Это формалистский подход к делу. Скажите, а это промышленность. Это самый настоящий. Да перестаньте. Объективный подход. Виктор, перестаньте. Сравниваешь цифры с разными значениями жизни. Производятся у тебя дальше тракторы или нет? Телевизоры производятся в этой стране? Виктор, скажи мне, пожалуйста, тракторы, которые производились в Молдавской, Советской, Социалистической... Продавались в 60 странах мира. Ну да, продавались. По каким-то демпинговым ценам. Не имеет значения. Продавались. Да подождите. Ну, Виктор, ну о чем ты говоришь? А сейчас что? То есть на трактор, который затрачивается 7 единиц энергетических единиц, в то время как на ту же самую единицу продукции в этом самом деле. Продавайте мне на вопрос. Почему белорусы в таких уже условиях умеют сохранять все, сумели сохранить все и продают в 138 государствах мира, они продают эти свои тракторы? Да, я вам отвечу. Почему? А трактор белорусский и молдавский, они были наравне. Они соревновались на рынке бывшего Советского Союза. Спросите специалистов. Подождите. Вы хотите сказать, что Белоруссия сегодня производит трактора советского образца? Нет, так они стоят на месте. Вы знаете, почему Белоруссия удалось? Потому что они сумели за счет сужения демократических прав и свобод удержать и провести очень жесткими методами либеральной реформы. Да. То, что делает Батько и Лукашевский. Либеральные? Какие либеральные? Либеральные. Вы знаете, что такое либеральные? Да, я знаю, что либеральные. Вы сравнивали либеральные и социально ориентированные. Послушайте, Виктор, если вы хотите сказать, что вы уже упомянули об этом, что в Европе якобы социал-демократическая модель привела к всеобщему благодействию. Это чепуха. Почему? Потому что социал-демократическая модель начинает функционировать только тогда, когда либеральная модель достигает определенного уровня развития. Она начинает тормозить. Всегда так. Берем Финляндию, берем Швецию. Берите любую страну, до тех пор, пока либерализм не обеспечит соответствующую производительность труда, до тех пор социально-демократическую модель делать нечего. Что касается Молдовы, попытка применить социально-демократическую модель в Молдове, в условиях, когда никто не сделал либеральные. Коммунисты. Коммунисты 4 года. Коммунисты, они интересно себя вели. Они и либеральные реформы проводили. Коммунисты, которые скажут, что Воронин говорит, что мы сделали самые глубокие либеральные реформы. Это лозунг коммуниста. Вы с этим лозунгом выходили. В 2006 году. Да, было такое. Да, вы это делали с 2001 года. Что? Либеральные реформы. Какие? Я не знаю. Ничего. Но что значит ничего? С 2001 года ничего, господин Царанов. Только социальные программы. Которые дали определенный результат. Если честно, то так. Ладно, не будем. Не будем. Мы входим в детали. Потому что... Я хотела бы вернуть вот к этой вот фразе вашей. Она меня задела. Что вот народу наплевать. Конечно, наплевать. И это, как бы вы говорите... Не согласен. Потому что народу... Народ в массе своей... Понимаете? Я закончу свою мысль. Тем, которым наплевать стали, собрали чемодан, сказать, до свидания. Нет. Даже... Ну как нет? Я согласен. Они уехали. Как нет? Виктор Феоргиевич. Современный молодой. Мы в этом эфире говорим о общепринятных границах. Может быть, в этом и проблема наша. Что вот этот осколок так и не вписался в то, что называется европейская закономерность формирования государственного строительства. Или государственного строительства. Я еще раз повторяю. Прибалтийские республики начали движение вперед с одного и того же уровня. Но там была традиция государственности. Чего не было здесь. Никогда не было. Я понимаю, господин Степанюк. А может быть, не надо было нам вписываться в европейскую модель? Может быть, надо было поставить во главу угла. Не устаю об этом говорить. Экономическую независимость. Заниматься экономикой. Заниматься реальными какими-то вещами. И идти вперед. А вот, знаете, у нас как бы так европейские... У нас как говорят, европейские ценности. Ну хорошо, да. Пусть будут. Пусть будут европейские ценности. Мне нравятся права человека. А экономикой давайте заниматься там, где покупают наши продукты. Я согласен. Существует огромное количество разных вариантов развития. И они осуществляются и так далее. Но мы говорим немножко языком науки. Наука в этом смысле имеет какие-то там понятия. И надо сказать, что эти две европейские модели. Либеральная и социал-демократическая. Она известна, а неизвестна. Известна советская модель, о которой в принципе ушли тогда в 90-м году. Даже коммунисты ушли. Потому что господин Сарану здесь прав. Коммунисты тогда не имели, потеряли и идеологию бывшего СССР. Идеологию бывшей Компартии. Они не понимали немножко, в каких условиях будет развиваться новое суверенное государство. Ведь мы декларировали свою государственность уже 23 июня 90-го года. Это суверенитет. Мы приняли декларацию о суверенитете. Там впервые говорится о молдавском народе, о молдавской государственности. О желании присоединиться ко всем международным конвенциям, в том числе к ООН и так далее. Больше того, вы помните, что именно в той декларации было сказано, что все законы СССР вступают, действуют на территории. Если только они ратифицируются молдавским парламентом. Поэтому все. С этого момента, можно сказать, начинается не просто суверенитет. Я, например, думаю, что уже с этого момента начинается независимость. Потому что дальше уже все пошло абсолютно по-другому. Поэтому силы Компартии тогда потеряли. То есть левые силы, давайте мы скажем, плохо, хорошо. Но это были левые силы тогда. Они потеряли модель, они потеряли инициативу. И надо сказать, что на протяжении этих 26 лет, я должен признаться, как человек с левыми идеями, левых взглядов, что по-настоящему солидной, четкой модели именно левого, или по советскому варианту, или по какому-то смешанному варианту, или по социал-демократической модели, левые силы, значит, они так и не предложили. Единственная партия, которая предложила какой-то вариант, это была Компартия. Но я соглашусь, что она была реализована только несколько лет, при том, в таком усеченном варианте. Потом все, и господин Воронин, к сожалению, попали снова под влиянием этих разных вариантов Всемирного банка, УЮС-АйДи, которые проводили у нас реформы, которые советовали, как надо строить будущее, в том числе экономики. А эти все методы, они привели только к разрухе. Сегодня, и одна из больших проблем, можно сравнивать весь Белоруссии и Молдову, что господин президент Белоруссии, он это остановил еще в 96-м. Он говорит, вы что не видите, что приватизация убивает нашу экономику? Он это все остановил. Остановил Казахстан, остановила Узбекистан, остановила Азербайджан. Ну как, они не полностью он остановили. Но они начали корректировать политики. И у нас ни один президент, ни одно правительство, ни один председатель парламента, ни одна парламентская комиссия по экономике не сказала, господа, давайте мы остановимся. Вы что не видите, что эти модели приватизации разрушают не просто колхозы, а они разрушают полностью быт крестьянина. Что значит парцеляция в условиях Молдовы, значит, на одном гектаре? Это полная разруха и такой глупости нигде в Европе нет. Кто ее сотворил? Молдоване, в том числе политические элиты, в том числе эти умники, которые нам говорили о том, что мы будем жить как в Швейцарии. Здесь надо было разобраться с производством и еще с рынками. И к большому сожалению, надо сказать, что... К большому сожалению, каждый представитель политической элиты мечтал попасть в зависимость, только выбирал в зависимости от своих примеров, и то не всегда, от своих политических взглядов. Виктор Феоргиевич, я могу сказать... Никто не мечтал. Могу сказать... Ну как не мечтали? Кто мечтал? Ну, возьмите... Вот вы со Снегура начали, да? Тут вы сами начали говорить про румынский фактор. Начнем оттуда. И дальше мы увидим то, что, собственно говоря, видели и знали все. Я... Вот если мы говорим о независимости, не могу не спросить вас, потому что всех волнует. Хоть вы говорите гражданам плевать, но многим не плевать. И все говорят, из тех, кто не плевать, а можем ли мы потерять эту независимость? Потому что как никогда мы видим, что сильны высказывания, настроения тех, кто на Молдову не смотрит, как на самостоятельное государство. А зачем, Людмила, это нужно? Кому? Зачем нужно защищать независимость? Нет, позвольте. Зачем нужно защищать независимость, которая обеспечивает интерес узкой группы людей? Которая обогащает очень немногочисленную прослойку Молдавана, или, скажем так, членов Молдавского общества, а всех остальных держат вопиющие вещи. А зачем нужно убирать квартиру? Вот у нас в этой комнате бардак. Ну зачем нужно убирать? Давайте эту комнату позовем, вот соседи, скажем, вы будете жить здесь с нами, в этой квартире, потому что вы умеете убирать, а мы вот не будем убирать. Но мы 25 лет этим занимаемся. Мы будем жить в этой комнатке вместе с соседями. Мы 25 лет убираем квартиру свою. Вот вам такой пример. Мы 25 лет убираем эту квартиру. А убираем ли? А что мы делаем? Я не думаю, что убираем. Кто это мы? А когда наступит тот момент, когда мы научимся убирать? Я думаю, что мы мусорили, мусорили, мусорили. Очень много мусорили. Мы не убирали. Виктор Федорович. Нет, ну, значит, господин Царанов очень хорошо знает, что в мире из этих 200, значит, государств, абсолютное большинство, около 120 живут даже хуже, чем Молдова современная и так далее. Я не говорю о том, что мы должны опираться, значит, на нынешние элиты, которые не умеют строить жизнь, благополучие и так далее, которые занимаются своими, значит, и интересами олигархическими и так далее. Я думаю, что эта власть должна уйти. И народ найдет себе силы, я абсолютно убежден. И какая власть должна прийти? Власть нормальных людей. Например, вас я считаю нормальным. Хотя, я думаю, что вы неправильно рассуждаете. Концераны можете баллотироваться по смешанной системе. И так далее. Но я знаю, даже среди унионистов есть нормальные моральные политики. На левом фланге я их вижу еще больше. Потому что государственника даже такого романтика, как Степанюка, тоже нужно уважать. Потому что заводов нет, фабрик у меня нет, ресторанов в Румынии и в Молдове тоже нет и так далее. Работаю преподавателем. И многие говорят, ну что это-то? Был вице-премьером, стал преподавателем. Да, но ведь система, которая вас в свое время привела к власти, вас просто выкинула. И выкинула именно потому, что вы не вписались в эти самые правила игры, которые обогащают очень малое количество людей, а всех остальных не счастлив. Вы, как историк, знаете, что система всегда эволюционирует. Эволюционирует по объективным и по субъективным. Но давайте подождем еще 20 минут. Нет, не подождать надо, а действовать надо. И я думаю, что люди, которые уехали из страны, миллион человек, они не уехали, потому что им не нравится родина. Они уехали, потому что у них не было другого выхода. Они обязательно должны вернуться, и они обязательно возвратятся. И то, что они эту страну все-таки любят, они будут возвращаться все-таки не в Румынию и в Россию, а будут возвращаться в Молдову. Политические элиты, народ, который здесь остался, эти 2-3 миллиона человек, они могут через механизмы все-таки конституционные, я надеюсь, что это будут мирные механизмы, все-таки конституционные, все-таки привести к власти другие элиты, которые будут любить это государство, будут заботиться об этом государстве. То есть они не о государстве, а о народе, потому что надо согласиться с господином и так далее, потому что я государственник, но я считаю, что основное все-таки это права человека. Если государство издевается надо мной и так далее, я имею право покинуть, слава богу, имею право покинуть и принять другое гражданство. Имеется право, на что будем делать с защитой независимости? В данном случае мы говорим о том, что государственность с точки зрения политической, с точки зрения формирования структур, с точки зрения международного признания, государство за 26 лет состоялось. Притом я сторонник того, что государство не образовалось тогда 27 августа. У нас эти признаки государственности появляются еще в 17-м году между Прутом и Днестром. Это государство с ограниченным суверенитетом было в советское время, об этом признают специалисты наши и международные, которые являются специалистами, не просто какие-то идеологи. А независимость, которую мы получили, мы получили, потому что у нас государство уже было. Была элита, был экономический строй, была конституция, было законодательство, определенный ограниченный суверенитет, который имел бодю по сравнению, ходил к прежнему и дайте, дайте, нравится мне Молдова, над и вам. Поэтому процветающую экономику надо было сохранить. А если мы оказались с вами не очень умными, как говорится, сыновьями наших родителей, это уже другое дело. Но это не означает, что мы должны сегодня поджечь этот дом. Давайте его реформировать, давайте подумаем, где мы ошиблись в свое время и исправлять. Я сторонник, что государство наше имеет право на существование. Этот дар Божий, я называю его даром Божиим, потому что действительно за независимость мы боролись, но не очень сильно. Потому что многие тогда, и нужно сказать, основная часть элиты, это показывает реальные сундажи, вот даже сегодня. А их провели за эти годы огромное количество. Если бы была возможность сохранить Советский Союз, большая часть молдаван, около 50, от 58 до 68 процентов, они бы согласились остаться там, в Советском Союзе. То есть больше суверенитета, но не обязательно независимость. В данном случае независимость есть. И слава богу, у нас есть хорошие соседи. Нам необходимо, я поняла, что у нас мало времени, господин Сарану начал говорить, и вы, кстати, тоже говорили, что вот, можем ли мы говорить о независимости. Есть такой термин в политологии, дифференцируемая зависимость. Да? Ну, вы прекрасно знаете, что это означает. Это значит, что мы должны примерно смотреть, мы должны осознать, что да, мы маленькая страна, мы, у нас нет ни своих природных богатств, и начинаем перечислять армии, да, ну, то, чего у нас нет. У нас очень много чего нет. Но мы не должны поступать, как вот поступает нынешняя правящая коалиция. Говорит, мы хотим зависимость к Западу и Соединенным Штатам. То есть, есть такой термин, как дифференцированная. Он говорит, мы хотим зависимость от России. Мы хотим, мы хотим, дифференцированно, мы понимаем, что мы зависим от России из-за энергоресурсов, хотя бы, господин Сарану. Мы зависим от России, потому что мы увидели, сколько сейчас экспорта. У нас пошло в России, сколько в страны есть. И мы должны это в разы больше. Сколько пошло? В разы больше. Да перестаньте. Вы почитаете, в долларах сколько это стоит. Я вам покажу эту таблицу, вы увидите, сколько в России. Нет, в тонах, да, конечно. В тонах, да. Сколько идет, сколько долларов мы получаем из России, сколько из России. А мы должны считать в том, что вы считаете лучше. Нет, я хочу, чтобы мы вот этот момент, господа политологи, у нас времени очень мало, чтобы мы этот момент примерно осознавали. Что да, мы должны дифференцированность, что мы должны независимость. Ни в коем случае, господин Сарану, зависит от одной стороны. Я не призываю зависеть от России. Но я хочу, чтобы мы это понимали. И чтобы не сходили с ума при флагах определенной державы. Я понял вашу идею. Вы как к ней относитесь? Я к ней отношусь вполне положительно, как к одному из возможных вариантов развития Республики Молдова. Я вам скажу, что у Республики Молдова сегодня есть два варианта развития. Один вариант. Совершенно туманно. Совершенно туманно. Помянулся еще. Неопределенный, связанный с непонятными рисками и прочее. Идем вперед. Строим наше независимое государство. И надеемся на то, что это независимое государство однажды повернется лицом к своим гражданам. И начнет обслуживать их фундаментальный интерес. И есть второй вариант. Второй вариант, который позволяет Республике Молдова вернуться в свое естественное русло исторического развития. Из которого мы были вырваны в свое время в 1812 году. Молдавская государственность, которая переходит в свою высшую фазу, которая называется румынская государственность. Потому что Молдова, Молдавская государственность, которая действительно является настоящим наследником Молдавской средневековой государственности, она нашла свою реализацию в румынском государстве. Это объединение с Румынией означает решение, в том числе, фундаментальное решение множества наших проблем. Я обращаю ваше внимание, материальных проблем, единовременные. Правда, нужно признать, что на ремонт с этим... Я бы взял частями, но мне надо взять сразу. Это как Остап Бендер. Я вас понимаю. Много в этом есть. Только у Остапа Бендера, как вы помните, на румынской границе отобрали все. Да. Это я тоже к тому же. Я боюсь, что у нас тоже много отберут. Если мы уж сравниваем с Остапом Бендером. Вы знаете, чего не хватает нам? Ни природных ресурсов, ни экономики, якобы разваленные и прочее. Нам не хватает единства внутри нашего общества по фундаментальным вопросам нашего развития. Вот чего не хватает. А без этого невозможно построить страну, невозможно построить государство. То есть моя идея неплохая, но у вас есть своя. Я поняла. Виктор Федорович, теперь вам слово и завершаем все, потому что мы перебрали уже. Я согласна, что вариантов не два, а все-таки три варианта. Вариант основной есть все-таки строительство государственности. Этот вариант, как говорится, он самый реальный в современных условиях и так далее. Унионисты, какие-то объединители и так далее, они сегодня еще не пользуются, как говорится, большим вниманием со стороны общества. Какой-то изменил еще не вечер. Нет, ну почему? Потому что факторы, которые этому мешают, и субъективных, и объективных, надо признать. И поэтому не надо заниматься иллюзиями, потому что мы сами гробим эту государственность и, в принципе, и процветание народа. Мы говорим о правах человека, мы говорим о элементарных возможностях для человека, но в данном случае не предлагаем никаких вариантов. Поэтому, как задача политических и интеллектуальных элит Молдовы, состоявшегося государственностью, есть все-таки модернизация и строительство, экономическое строительство, успешное и устойчивое развитие данного народа, данной страны, которая должна привести к процветанию. Этих трех-четырех миллионов человек. И я надеюсь, что это случится при нормальной власти. Но, здесь есть один момент. Момент все-таки объединения элит. Или надо искать все-таки, то есть вести диалог. И как вы в свое время писали, вы правильно писали в свое время, я не знаю, почему вы отошли. Подписание какого-то пакта мунг-клуа, какого-то консенсуса относительно будущего, относительно модернизации. И большая часть политических сил это может делать. Почему? Потому что при близком изучении, что собой представляют политические лидеры, да, и политические партии, программа наших, значит, политических партий показывает и чинят. Они большей частью государственники. То есть с ними можно садиться за стол. Не имеют права, они левые. То есть вы считаете, что у нас большинство партий государственники? Государственники. На этой ноте я прошу вас остановиться, мы перебрали время безбожное, но я не могла вас прервать, потому что мне самой было интересно с вами беседу, потому что, да, программа получилась, потому что мы, мне кажется, успели затронуть много аспектов, наверное, говорили бы еще. Ну, помирят нас с вами, знаете, что большие страны большую, а маленькие, да, маленькую, умную политику должны проводить. Я надеюсь, что настанут такие у нас времена. Спасибо вам большое за то, что пришли и отвечали на мои вопросы. Вы смотрели программу «Дело принципа» и желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»